В Чувашии появилось опасное растение – борщевик. Долгое время республика не входила в ареал его распространения. Чем опасен борщевик и как с ним бороться, выясняла Юлия Важенина. Борщевик – кто не слышал об этом растении? То ли трава, то ли дерево, то ли биологическое оружие. Некоторые считают его мутантом, выведенным учеными. Городских жителей борщевик заботит мало, все о нем что-то слышали, но что это за зверь и чем он так опасен, знают лишь единицы. Но попробуйте отъехать от Чебоксар на несколько километров, и вы увидите огромные колонны гигантской травы, отдельные особи которой достигают до трех метров в высоту. Отличительная особенность таких исполинов – это огромные белые зонтики на макушках. Это и есть борщевики. Кстати, существует даже легенда, что в народе их прозвали месть Сталина. В России борщевик появился еще в прошлом веке, после Отечественной войны. Говорят, узнав, что в Северной Америке он является ценной кормовой культурой, Сталин лично приказал разводить его повсеместно. Из сорняка борщевик превратился в культивируемое растение. Однако местным животноводам это не понравилось, поскольку молоко коров, потребляющих борщевик, отдавало горечью. К тому же выяснилось, что растение ядовито. В нашей стране разведение борщевика почти забросили. Но было уже поздно. Гигант вырвался на свободу и начал завоевывать территории, размножаясь сам по себе, безо всякого контроля. Так некогда культурное растение всего через 30 лет стало совершенно диким и неуправляемым. Теперь этот процесс клянут уставшие бороться с ним обыватели, а биологи изучают как интереснейший пример завоевания территорий. Ну что надо делать с ним? Надо бороться. Во-первых, если единичное у вас растение, надо его с корнем убрать. То есть, что интересно, этот борщевик, если он один раз зацвел, обсеменился, он погибает. То есть растение погибает. Он в жизни один раз цветет только. Если мы в этом году, например, вот увидели, борщевик растет, мы его взяли, скосили. Борщевик так говорит, надо пересидеть. Раз меня голову отрубили, я пересижу, я не погибну. Пока не зацветет, он может год, два, три, можно его косить, он будет сидеть, ждать. Но как зацветет, как семена осыпет, то погибает. Гераклиум. Это латинское название дал борщевику Карлиней в честь древнегреческого героя за силу и мощь. А вкусное название этого растения еще больше подогревает байки о том, что современный борщевик – мутант. Мал, раньше борщевик ели, а теперь и подойти страшно. Действительно, ели. Отсюда и название. Только не все борщевики одинаковы. Например, от борщевика сосновского лучше держаться подальше. Содержащиеся в растении кумарин и эфирные масла способствуют образованию ожогов при прикосновении. Наибольшую опасность борщевик представляет в летнее время. Сильная аллергия может быть вызвана запахом, пыльцой и соком ядовитого растения. Известны случаи, когда люди получали токсические отравления. Опасен сок и при попадании в глаза. Так велик шанс наступления слепоты. Интересно, что именно блондины и блондинки наиболее восприимчивы к яду. Если произошел контакт с растением, то, конечно же, необходимо принять сочные меры. Первое – это промыть пораженные участки тела проточной водой, чтобы смыть вот эти эфирные масла и кумарины, то есть эти отравляющие вещества. Обработать кожу спиртом или спиртоводочными изделиями, чтобы безвредить, обезжирить кожу. Но в любом случае необходимо постараться обратиться к врачу. Но и следует помнить, что ожоги, поражение кожи и воздействие от воздействия борщевика развиваются не сразу, а через несколько часов, через несколько дней. И поэтому, несмотря ни на что, даже если нет этих ожогов, кожу нужно обрабатывать. Запущенность полей в последние 15-20 лет дали борщевикам невероятный шанс освоить пахотные земли. И не только. Легко размножаясь семенами с их хорошей летучестью, борщевики быстро распространяются вдоль дорог, заходят в леса и заросли кустарников. В Кировской и Московской области есть целые плантации гераклиума. А вот чуваши с ним борются настолько активно, что наша съемочная группа с трудом отыскала одно растение. Остается надеяться, что так будет продолжаться и дальше.